всех приветствую с вами я один христолюб у нас с вами сегодня видео называется смерть эта жизнь жизни это смерть ну или более длинное название это смерть это жизнь грешника в аду то есть жизнь грешника в аду это есть смерть поводом для основания записи этого видео явилось прочтение мной избранных наставлений из так называемого предания церкви в частности святого преподобного антония великого мы с вами уже третье видео по сути записываем по одному наставлению в котором просто несколько глубоких мыслей мы еще раз с вами прочтем 13 наставление звучит оно следующим образом человеком должно называть или того кто умен по первому пункту то есть умный тот кто добрый если ты добрый значит и умен если ты зол значит и глуп или того кто принялся исправлять себя ну покаялся решил творить плоды достойной покаяния исправить свою жизнь неисправно уже не должно называть человеком даже то есть грешника глупого человека не желающего творить добро не стоит называть даже человеком это свойство греховность неисправность не человеческое от таких должно бегать сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных почему три раза записал на это наставление кто последовательно смотрим ролик кто-то знает первое поговорили о том что до умный человек и вообще умный и вообще человека тот кто творит добро если ты не творишь добро ты не умный и ты вообще не человек по поводу что таких как раз кто не такой кто 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 безумный да кто глупый кто не добрый кто не человек должна бегать после 1 2 вразумления или проповеди 1 как иисус говорил скажи если нет отриси прах иди дальше я если это из бывших кто-то или кого кто-то сошел с добрых рельс да то такого еретика отреченца после 1 2 вразумления отвращайся и писал об этом апостол павел да вот ну кстати в том же видео где я про это говорил что бегать там грешников еще случайно я так по памяти не особо готовлюсь к этим видео я думаю все это видите да там супер цитаты каким-то хотя ей пользуюсь и сам вспоминаю что-то но я не не ставлю себе цели прям все выбрать что есть там в евангелии в посланиях так что на память господь приводит на сердце то и вам напоминаю в принципе тогда я бы мог напомнить вам иисус говорит вот именно всегда что не просто мы там прощаем грешников когда они не каются нет если брат согрешил против тебя выговори ему человек да если не покаяться там да еще кого-то призови одного второго третьего всю церковь все общины хочешь семью там если нет да будет он тебе как мытарь и язычник и мытарь да то есть уклоняйся ну я в общем целый ролик поэтому записал кому интересно посмотреть ну а сегодня мы обратим внимание на фразу антония сживающиеся со злом то есть злодеи сжиться значит стать до этой сущностью никогда не будут числе бессмертных а как же вечные муки это же тоже жизнь жизнь в муках вот об этом мы с вами сегодня и поговорим значок видео был вот такой да от рай сегодня две темы сразу рассматриваем первое вообще вот эту вот игру слов жизнь смерти да то есть все вот это вот потому что ну я сразу теперь скажу мы в принципе с вами на то невелико прочитали сейчас мы пойдем по писанию в этот раз как раз вам покажу хотя игру то что сказал что стараюсь ничего не сказать но здесь не хотелось показать эти места на две части ролик будет поделен первое это чисто вот это вот игра слов как называется ну как это с языком когда связана филология да то есть мы просто посмотрим и я вам сами словами объясню что в писании и вообще в принципе в уме человека в его ассоциативном этом мышлении что такое жизнь мы когда говорим о жизни мы подразумеваем слова сразу что счастливую жизнь благую жизнь но слово благо просто на русский как счастье переводится по-гречески благом по сути просто одни и те же слова до блаженство радость наслаждение удовольствия то есть мы слова когда гриму жизнь ну да и что я живу хорошо что у меня все хорошо что я свободен что я здоров до дальше по цепочке вот что все у меня есть то есть эта череда удовольствия это какая радостная блаженная жизнь кайфовая слово смерть подразумевает не просто пустоту не просто небытие но на самом деле мы действительно говорим когда человек сильно страдает да лучше сдохнуть он говорит да зачем мне такая жизнь смерть лучше такой жизни мы говорим да желают смерть люди там больные сильно посмотрите там на раковые болезни да и куча болячих там где люди с ума сходят да вот посмотрите на психологические трудности люди теряют имущество все труды своей жизни неважно что-то да люди теряют свободу рабство многие уходят из жизни только потому что их лишают свободы да по разным причинам в рабство просто закрывают в клетках там кого-то порабощают что он еще и работает сексуальное рабство людей там похищает детей то есть все может довести то что ты лишь лучше смерть и выбирают люди так называемую смерть да все тут важно понимать что это тоже жизнь но мы говорим что лучше смерти да я живу в рабстве живу живу в тюрьме живу в сексуальном насилии живу живу в домашнем как говорят носили живу но вроде живу да там дети родители алкоголики что дети бьют выросшие там алкоголики став родителям что наоборот алкоголики родители бьют там детей вот жизнь кажи да можно жить вечно в долгах там потерять все имущество уж куда-то там тебя обокрали обманули мошенники ты там компанию потерял еще в долги залезли всю жизнь работать на долги есть не таки же да нафига мне такая жизнь если я все что зарабатываю все отдаю кроме воды и куска хлеба ничего мне не отдают да потому что я стал рабом того долга в который вляпался да лучше это психологическое то же самое тебя кто-то там вечно прессует да бишь лучше сдохнуть да вот поэтому есть такая даже статья уголовок доведение до самоубийства именно словами психологическим давлением до психическим как хотите вот то есть надо понимать что действительно у людей ассоциируется все знаете люди конечно отрицают там ты века таизма не раз был и в европе и в америке и в россии там да и советский союз все такое якобы люди там не верят вечную жизнь на самом деле мы все знаем что она есть и вот именно из этих понятий да вот ну сегодня об этом мы не будем о вере вечную жизнь говорить это действительно это выбор каждого верит он не верит она просто есть просто от моей веры от моего принятия истины и зависит моё благо бытия и счастливой жизни но по сути мы всегда у нас слово жизнь это радость это счастье это благо смерть это тоже жизнь но это адская жизнь который бы лучше бы не было поэтому она как бы за смертью я поэтому короче просто игра слов потому что казалось бы но антони великий говорит что грешники не имеют место в числе бессмертных как же иисус говорил что одни пойдут в муку вечную другу жизнь вечную что все по воскресенье будут великий суд да то есть воскресенье всех будет и грешников и негрешников никто не уничтожим просто одни будут радоваться другие будут страдать да а богачей и лазарь и рассказывал тот грешник да в аду но он же живет мучается вот как же тогда что же антони великий противоречит ну нет я вам теперь мы с вами пойдем мы с вами с предания так скажем начали с антония до почитали давайте теперь вспомним просто давайте начнем с все таки я у меня я хотел матфея и она куда я заделал так 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 антони сейчас секундочку закрыл видимо случайно начнем с иакова вы помните в искушении никто не говори бог меня искушает потому что бог не искушается злом и сам не искушает никого но каждый скушается увлекаясь и обращаясь собственной похотью похоть же зачав рождает грех а сделанный грех рождает смерть родить смерть во первых да так мы если будем вдумываться вы понимаете это все игра слов но смерть невозможно родить она на той смерть даже вот в этом я хочу вам показать это игра слов все я забыл вам сказать вторую часть первыми с вами с филологией разберемся со всеми этими играми слов но второй как всегда скажу о важные вещи о том что действительно и самое важное что из наставления антония так скажем надо вынести который абсолютно соответствует истине апостолам евангелия иисуса христа о том что сживающиеся со злом злодеи грешника хотите слова все те кто там низко вибрационные люди на низкой частотах сейчас только не придумали да ну смысл об одним злые плохие люди да никогда не будет числе бессмертных об этом поговорим да что не веру или не веру опять как всегда я буду об этом говорить о чем говорил иисус всегда что в благую вечную жизнь мы как раз наследуем не неверой да или еще чем-то а именно вот умными когда я умен когда я добр да но об этом во второй части так скажем давай сейчас филологии разберемся куда я кого петел вот то есть мы видим что грех рождает смерть ну или грех тебя ведет к смерти ну а как же тогда вечная жизнь мы видим они точно так же пишут сейчас придираться к антонию кто может быть там презирает предание здесь конечно нет смысла действительно он написал просто то же самое что писали апостол то же самое что горел иисус мы сейчас до всего доберемся да а сделанный грех рождает смерть на самом деле мы видим что это обороты речи просто до последние стихи его послание брать если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его пусть тот знает что обративший грешник от ложного пути его спасет душу его от смерти спасет душу от смерти и покроет множество грехов то есть казалось бы что-то по смерти грешник умирает нет да но они пишут прямо да вот как у антония что грех ведет к смерти его и она читаем первое послание да и мир приходит и похоть его а исполняющую здесь вам в обратном смысле можно как угодно или жизнь наоборот все 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 цитаты какие-то взять они очень рядом или близко из как когда вы их ищите наоборот либо смерть либо жизнь я в разных статей мне специально так в разных местах у якова смерть у иоанна жизнь взял в евангелии взял там и смерти жизнь и чтобы показать вам все эти места но там где рядом жизнь там и смерть там обычно кто любящий брата пребывает в жизни не любящий пребывать смерть там все это рядом ты нам о чем сегодня и говорит да и мир приходит и похоть его а исполняющий волю божью а воли его что чтобы мы любили друг друга за пути это чтобы мы поступали так как он исполняющий воли божьей пребывает вовек ну соответственно всегда можем добавить иван библия еще очень часто такие написаны его либо дуалистическим языком плюс антинамичным языком дуалистических когда одно и то же два раза как бы повторяется антинамичным то есть ну естественно или так прямо написаны можем дополнять сами да то есть и мир приходит и похоть его исполняющий волю пребывает вовек не исполняющий что вовек не пребывает то есть пребывает смерти обетование же которое он обещал нам есть жизнь вечная но иисус христос да здесь речь об этом и он пишет но что разве грешники не вечно будет жизнь да не 9 не 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 дивитесь да даже давайте вам с 11 стиха так ко второму вопросу когда мы будем переходить ко второму части чтобы уже у нас было в памяти и вот ибо таково благоествование которое мы слышали от начала чтобы мы любили друг друга не так как они который был от лука вы убил брата своего а за что убил за то что дела его были злые дела брат его праведные не дивитесь братьям а если мир ненавидит вас мы знаем что мы перешли из смерти заметьте из смерти в жизнь потому что любим братьев не любящий брата пребывает в смерти ну ведь как совместите два стиха иоанна из одного же послания то что я вам там добавил он здесь принципе об этом пишет только чуть ниже какая-то можем стихи подвинуть до что исполняющий волю а воли его как мы видим от начала чтобы мы любили от начала творения всего мироздания ибо бог есть любовь он же будет говорить иоанн богослов поэтому мы должны любить друг друга все творение и животных растений людей и ангелов и бесов так скажем давно так правильно всех надо любить без надо обличать с ангелами дружить и радоваться общению вот чтобы мы любили друг друга вы перешли игорь и заметьте опять опять игра слов как у яков говорит что можно родить смерть что невозможно до смерти не имеет начала наоборот конец всего здесь тоже там мы перешли из смерти в жизнь когда покаялись начинаем творить плоды достойные покаяния вести праведную жизнь оказывается то что мы жили было не жизнью а смертью потому что жили во грехе потому что мы сами творили зло и от этого страдали нам это зло обязательно возвращалась вы видите что это игра слов из смерти в жизнь хотя мы жили мы живем когда грешим живем так что что о будущей греш вечной жизни грешника в аду гиене окнаны называется смертью хотя это жизнь что даже эту жизнь грешную апостол называет смертью а наоборот до будущую жизнь жизнью хотя и это тоже жизнь и так называемая смерть это лишь дверь в иное пространство лишь переход да то есть мы видим что это просто игра слов то есть когда я живу в грехе во зле я сам страдаю вокруг меня страдать то есть страдание то есть смерть равно страдание но я на значке так скажем для как слово подобрать для заманухи но как значки они такие знаете бывает чтобы что-то в голове заклинило немножко смерть равно жизнь как такой да вот но вот так и есть да то есть вот об этом речь идет это просто игра слов и смерти в жизнь хотя мы тоже живем когда грешим до всякий ненавидящий брата своего есть человек убийца а вы знаете что никакой человек убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающий он же живет у насколько убийц кругом ходят или сидят там в тюрьмах полным полном ничего убивают и живут а по смерти то они будут под так называемые смерти телесные жить вечно в аду будут вся за вечности мы поговорим о вечно жить надо да то есть мы видим что они просто эти слова конечно употребляют но смысл мы с вами его поняли давайте по марку да иисус говорит если соблазняет тебя ну вы помните все не буду зачитывать и а кто соблазнит одного из малых сих верующих меня там лучше было чтобы повесили ему жерновный большой камень на шее бросили в море если соблазняет тебя рука твоя отсеки и и лучше тебе у вечному войти в жизнь нежели с двумя руками идти в гиену в огонь неугасимый то есть казалось бы вот обрежьте сейчас на запятой слова иисуса то есть войти в жизнь то есть если ты грех отсечешь да пусть там ну там глубокий разговор я естественные комментарии вы знаете на все эти места есть кто это такая рука которая надо отсечь да это разумеется грешник как раз который от себя надо отодвинуть здесь это образ просто да вот ну или грех или грешник тут можно и так и так читать иисус и об этом и о том говорит сразу и по внешнему по внутреннему потому что мы состоим из внешнего и внутреннего всего да вот угад вроде бы войти в жизнь то есть а если ты не отсечешь греха или грешника да с ним там будешь грешить ты войдешь в смерть нет но он говорит мне жильте с двумя руками идти в гиену в гиене тоже жизнь просто эта жизнь адская она жизни назваться не может может это хуже смерти хуже того небытия то есть даже ниже смерти на поэтому это уж тем более жизнь ходит тоже жизнь да ну и еще раз где и если нога твоя соблазна теке лучше войти в жизнь хромому нежели в гиену еще давайте ну так навскидку я вам какие мне вспомнились благодаря поисковику быстро просто можно что-то находить в помните случаи с богатыми юноши там ну или человеком да то есть он его справа не у них как не в благую жизнь как не наследовать райскую жизнь слово вечное это это даже дело не на слове ведь не вечное равно благая а именно жизнь здесь слова то есть как мне войти в благости вечную счастье то есть еще раз да кто не помню я напомню вернее только не читал я покажу а кто не забыл или не хорошо когда не знал да еще и забыл я напомню когда выходил иисус в путь подбежал никто пал перед ним на колени спросил его учитель благой что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную слово жизнь вечная уже немножко знаете она антинамична жизнь она и есть жизнь когда мы даже говорим о жизни мы говорим в принципе о вечности если мы положили конец жизни значит это уже не жизнь почему когда проповедую особенно вот так лично где-то я люблю говорить всеми села не столько даже любви а вечности что если эта жизнь конечно все бессмысленно бессмысленно даже разговоры в любви какая разница павел об этом прекрасно сказал если завтра умрем как раз вот обличает там в собственной христианской коринфянской церкви которую сам он родил во христе сам насадил сам взращивал и там уже появлялись не то что там на низких христиане такие а все эти наставники начальники пресвитеры нет никого воскресения не христос не воскресал это в апостольской церкви в ранне христианской и павел обличал целая 15 глава первого послания коринфянам этому посвящена он говорил если христос не воскрес тут все нету жизни нет жизни вечной то все бессмысленно ешь пей веселись ибо завтра умрем год зачем мы страдаем зачем мы жертвенную любовь творим когда меня там бьют избивают я ничего теряю все ничего не имею зачем все это он говорит зачем важно с людьми говорит о вечной жизни об ответственности соответственно тоже при переходах мы видим ограничения есть такие до отсечки для чего это будет так сказать плотская смерть для экзамена да то что явится то что в тебе внутри все наружу ты будешь тем снаружи кто ты внутри сейчас поэтому он его подразумевает заметьте здесь именно слово жизнь подразумевает слово благо то есть как мне наследовать счастье вечное счастье хочу вечный кайф есть такое слово да поэтому я вам всегда это произносил закон математики закон жизни если а равно b а б равно c то а равно c б у них одинаково б сокращается обычная формула математики не помню в каком классе нам не преподавали здесь то же самое жизнь вечное наслаждение вечное значит вечное вечное сокращается получается жизни есть благость да вот именно действительно под жизнью он же не говорит как бы мне там пусть даже в аду но лишь бы жить да вот помирать не хочу хочу чтобы мое сознание существовало как-то совсем кануть в бытие как мой папа любит говорить червяки сожжут а дальше хоть потоп да вот нет он подразумевает конечно же что я буду жить это слаждаться жизнью они в аду страдать как мы видим то есть он не спрашивает иисус ему точно так же иисус вот как я сейчас в этом плане его не поправляет да вот ну там что-то нашими благим там и ответ кроссовка второй части до соблюди заповеди хочешь иметь жизнь ну соблюди заповеди вот но он там не захотел да вот какое у нас еще место есть и ну то же самое истинно говорю вам но это все продолжается да там иисус там апостол уже ему вопрос вот им кто же может спастись мы оставили все за того последователя он говорит что истинно говорю вам нет никого кто оставил бы дома ли братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня евангелии и не получил бы ныне во время это среди гоня не во сто раз более домов братьев сестер и отцов и матерей детей и земель о веке грядущем жизни вечной но разве иисус разве эта награда вечная жизнь но в аду тоже вечная жизнь то есть иисус говоря вечной жизни парами здесь мы видим не прибавил благой вечной жизни счастливой вечной жизни мы видим что вообще слово жизнь она всегда ассоциируется с благостью с счастьем с радостью с удовольствием с наслаждением с кайфом какие хотите слова употребляйте все они говорят суть об одном сам иисус сейчас мы другие места будем смотреть будет говорить что бессмертно то все что бог есть вечность бог есть да поэтому здесь слово жизнь вообще то есть надо понять как библию читать особенно новый завет слова жизнь и принципе ветхий вот именно кем уже сказал подумайте над своим сленгом над нашими разговорами человеческими такими пословицами мировоззрениями философии изречения мудрецов всегда под словом жизнь подразумеваем добрую жизнь благую радостную счастливую а не мучительную неполное страдание несчастья и скорбей да поэтому в слову жизнь уже у нас складывать что это благая жизнь ас а ну и по сути просто смерть нельзя назвать тогда благой она и нету просто ну то есть мы видим что он говорит об этом где еще посмотрим с вами давайте я надо истина истина говорю вам слушающий слово моё и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечно суд не приходит на перешел от смерти в жизнь ну вот откуда эта игра слов была у апостолов от своего учителя и смерти в жизнь то есть мы переходим то есть эта жизнь когда ты живешь во грехе во зле а зло делает несчастным самого человека его вокруг людей в окружающих делать его несчастными когда он это делает потом даже если ему злом не могут ответить но он видит страдания усы но на самом деле страдает признают это или нет это зло к дайте ему вернется от них же или еще от кого-то таких же злодеев да поэтому человек творящий зло он все равно будет страдать да и поэтому эта жизнь это жизнь смерти это хуже смерти допустим сегодня вроде как кайфует потому что он там просто над кем-то вверх взял наверху как пищевой цепочки там да или материальные еще там что-то сидит там на всех этих закромах вот на самом деле все это все это обязательно рухнет да вот так что иисус прямо об этом говорит да так еще какой есть местечко истины истины вам говорю это же кстати поверим мы сейчас будем об этом говорить да казалось бы кто верующий меня то что иисус сказал даже на суд не приходит кто знает у меня на это есть разборы потому что да надо выкинуть евро евангелие запомните всегда в них нити в лжи в учении протестантизма тогда надо 95 процентов нового завета частности евангелие просто выкинуть на помойку куда эти слова иисуса денег истинно истинно говорю вам кто соблюдает мое слово тот не увидит смерти во век а не просто верующие в меня кто соблюдает тогда выкиньте вот это все и веруйте дальше и как иисус сказал обманитесь когда придет час ответить за все свои дела кто соблюдает слово моё тот не увидит смерти во век иисус сам себе противоречит смерти во век не увидят и кто не соблюдает просто это будет жизнь в аду значит это смерть это равно я не поэтому я ролик так назвал смерть это жизнь грешников в аду смерть это жизнь на этой жизнь грешников в аду которая не нужна которые которые даже здесь на земле мы можем вкусить по чуть-чуть когда мы страдаем когда неважно почем я лишились всего семьи детей денег дома здоровья свободы все это понимаем что такая жизнь не нужна поэтому кто-то не видит смерти во век ну иисус сам себе противоречит то есть я надеюсь уже за то что мы с вами произнесли все уже словились поняли просто такая вот действительно ира слов из иудеи сказали мы теперь узнали мы что без в тебе авраам умер и пророки а ты говоришь кто соблюдает слова моё тот не увидит смерти во век это болезнь так смерти так мы это просто конечно попадается слова реальной смерти поэтому я так просматриваю вот мы сейчас говорим о высоких вещах ну иисус когда по матфею 24 25 все почему-то по матфея очень знает хорошо на горную проповедь до в 3 главы 5-8 ну 5-7 5 6 7 но матфей очень важно интересно всегда это 24 25 глава где иисус говорит о последних временах о суде я вам всего один даже стих зачитаю больше не будет еще раз и пойдут эти в муку вечную но помните кто будет творить добро или зло людям соответственно кто зло эти пойдут в муку вечную здесь не говорится в вечную в жизнь вечно страдает ческую а праведники в жизнь вечную то есть мы видим что в одном предложении еще раз у вас и текст на экране но и сами здесь в строчку хорошо бы в столбик от собрать я еще раз вам говорю и тут вечное тут вечная праведники в жизнь вечную простите а грешники в муку вечную так тут вечная тут вечную значит жизнь ты и мука это и есть жизнь да только под жизнью подразумевается добро что тебе пойдут в благую вечную жить в счастливую где будут радоваться поэтому их этой жизнь названа одним словом жизнью а у тех названа мукой может не жизнь а хуже смерти поэтому здесь слова 6 равно благо а слово мука равно смерть опять как и такое завихрение небольшое то есть в одном предложении тут надо бы сказать в смерть вкусит смерть а эти жизнь вечную или будут эти радость страдать а тут две несовместимы в одном предложении тут как бы это как говорят нельзя там гвоздь помидором сравнивать до ты помидор никуда не забиваешь огонь ты не ешь это несравнимые вещи что лучше там как говорят иногда несравнимые вещи есть такое понятие как загонять в тупик оппонента, да, заставляя его сравнивать несравнимые вещи, чтобы ты выбрал даже просто, там, искупаться в море или, там, не знаю, вылечить зубы. Какая связь-то? Да это даже не очень хороший пример, но вы поняли, да, такие есть вещи несостыковочные. Вот, поэтому здесь тоже. Слово мука, тогда в противоположность должна быть радость. А если там жизнь, здесь смерть. А здесь, поняли, да? Мука вечная, а здесь жизнь вечная. Но подразумевает, что и там, и там жизнь. Только здесь блага. В первой части пропущено слово жизнь, а в втором части пропущено слово благость, да. Поэтому если мы все дополним, у нас получится, и пойдут эти в мучительную жизнь вечную, а праведники в счастливую жизнь вечную. Вот и все. Надеюсь, я вас на этом, всеми этим примерами убедил. Поэтому к Антонию никаких придирок, предъяв, да, сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных. То есть, я так и написал здесь, для тех, кто будет читать, может, это когда-то. То есть, обладать блаженным бессмертием, естественно, имеется в виду. То есть, Антоний не говорит, что они где-то там умрут на веки вечные. Нет. Имеется в виду, что под бессмертием подразумевается, как мы видим, и то это уже перевели, там, Антоний вообще из Египта сам. Что, как там до нас дошло, уже никто не знает, да. Вот. Ну и заканчиваю уже видео. Очень важная печать, в которой в конце все хорошо, все философии, разобрались мы. Да, мы умные книжники, как Иисус сказал. Да, ты все правильно отвечаешь, как наследовать жизнь вечную. Тоже, вы помните, вопрос был, да, как спастись, как наследовать этими всякими фарисеями, книжниками, законниками, да. И в одном месте там Иисус сам процитировал, в другом месте, возможно, это неоднократно было. Он сказал, как ты читаешь закон. Он сказал, да, в любви к Богу, в любви к ближнему весь закон. Пророки говорят, да, да, ты молодец, ты хорошо отвечал. Недалеко ты от небесного царства. Ну, как я всем говорю, недалеко, почти улететь, отдыхать на южок, это еще никуда не улететь. Опоздать на самолет и, значит, остаться дома. Поэтому Иисус ему очень хорошо сказал, да, ты максимально приблизился в уме в своем. Недалеко ты, вот оно, прям на, как он говорит, приблизилось царство небесное. Помните, Иисус говорит, идите проповедуйте, потому что само слово, которое вам говорит, сама информация, которая до вас дошла, да, ибо вера от слышания, от слышания от слова Божьего, да, это вас подвело, вот, к черте. Дальше вы переступите. Откроете ли вы дверь? Помните, как в Матрице Морфеус говорит Тенео, я, говорит, не могу за тебя не войти, ничего, я могу лишь указать дверь, вот. Открывать, входить туда, это решать тебе. Да, он недалеко. Ну, недалеко быть заградой небесного царства, это быть в аду. Да, не быть в светлой комнате, это быть во тьме. Вот и все. Это очень важно понимать. Поэтому, конечно же, вторая часть, очень важная, о которой мы сегодня говорим, это о делах. Первая вера, а вера без дела. Иаков говорил, за что протестанты его ненавидят, и даже не признают, что вера без дела мертва. Знание истины, ну, и в той же Матрице хорошо сказано, да, как ты там сказал-то, знать путь и пройти не одно и то же. Великолепная тоже мысль. Вот это все. Иисус это все время обличает. Мы даже с вами сегодня в моментке удачно все затрагиваем. Там пятая и восьмая глава П. А, ну, то он любит выдирать. Ой, верующий в меня. Хотя там, это просто вырванные стихи, даже в пятой главе, это вырванные стихи, где там на суд не приходят, а дальше Иисус говорит, давайте я уж этот момент, это один из любимых моментов у протестантов, как они вырывают. Давайте я уж сегодня воспользуюсь. Всего 30 минут, для меня это ничего. Вы знаете формат моих видео. Это одно из самых, вот они прям этим местом упиваются. Большой кусочек, давайте мы уж его прочтем. Не, мы сократим вот с 24 стиха. Истина, истина, говорю, ну, прямо вот с картинки, да. Верующий в меня, слушающий слово мое, верующий в меня, да. Только потом Иисус скажет, кто исполняет, да. И Иисус прямо в Нагорный, говорю, я вот протестант, говорю, вы просто выкиньте, вот просто реально, вычеркните, тогда напишите свое Евангелие. Повычеркивает, что хотите, и создайте свое Евангелие. Своё Евангелие, да, это и есть ваше богословие, понятное. Но вы тогда такой не давайте любим. Напишите свое и распространяйте его. Потому что Иисус прямо сказал, если вы только на эти стихи ссылаетесь, выкиньте Нагорную проповедь, где Иисус прямо ее заканчивая, как и 24-25 глава заканчивается, кто делает и не делает, что Нагорная проповедь его начинается с этого и заканчивается. Слушающий и неисполняющий, он рассказывает, подобен человеку, построившему дом на песке или на камне, на фундаменте. Слушающий и исполняющий. А слушающий, он говорит, и неисполняющий, подобен человеку, безрассудному, построившему дом свой на песке, и падение его будет великое, когда все это откроется. Это очень важно. Причем камнем названо не слушание. Он говорит, а слушающий и исполняющий построил дом на песке. Камнем названо фундаментом слушание и исполнение. Все вместе. Очень важно. Очень это важно все, да. Поэтому имеет жизнь вечную и на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Да грешники тоже в жизнь переходят. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и нас казалось бы, Иисус говорит, ой, это в смерти, переходит от смерти в жизнь. А что, грешники в смерть переходят? Тогда дочитайте просто фразу, само слово Иисуса, которое он беспрерывно говорит. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвы услышат голос Сына Божий, и услышав оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и дал Сынам и жизнь в самом себе. Иисус здесь говорит, что эти люди лишь воскреснут раньше других. Мы знаем, что будет просто воскресенье сначала во Христе, те же, так скажем, кто вот именно, веруны были, для суда с Дома Божьего, который начнется, где все христиане дадут отчет. Ну а потом, после тысячелетнего царства, будет воскресенье всех. Здесь Иисус об этом прямо и говорит. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд. Над кем тогда суд, если на суд не приходит? Потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находясь во гробах, услышат голос Сына Божьего, и выйдут творившие добро воскресенье жизни, а делавшие зло воскресенье осуждения. Оказывается, и те, и те имеют жизнь. И творившие зло воскресают. Но это воскресенье жизни. Заметьте. А второе словосочетание, оно абсурдно, оно антиномично. Но оно было бы антиномичным, если он сказал воскресенье смерти. А он сказал воскресенье осуждения. То есть опять такая игра слов. Если уж ты сказал воскресенье жизни, скажи, воскресенье в смерть но это как рождение смерти такое антинамичное словосочетание уякова мы читали с вами только что так и воскресенье жизни воскресенье смерти это бред поэтому он говорит что воскресенье жизни отделавшие зло воскресенье и осуждение вот это очень важно поэтому всякие слушающие и исполняющие мы с вами видим уже в 8 главе в 10 8 8 иисус прямо год истинно истинно говорю вам кто соблюдает слово мое соблюдает тот не увидит смерти маги это очень важно поэтому на этом не хочется все закончить еще раз скажу по антонию великому с кого мы начали сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных поэтому подвязайтесь войти в небесное царство чем добрую святою праведную как и хотите в понятие жизни только я еще раз напомню в конце позволю себе что до праведный добр жизни говорят все что вкладывают опыт добро убийство на войне там за религию врагов народа предателей всех в тюрьму всех отравить что добрая что для добром смотрите называют общими этим фразами парируют все кто со мной коран читал на канале христа люби блины еще не библии их писания да там живая что праведники в рай грешники в ад путин вон в рай собрался они в рай а все сдохнут посмотреть на дела этого человека какой какой рай это дно пробитая ада там его место а он в рай собрался собрался праведником себя считает там крови просто выше головы потонуть можно вот так вот так что это все это просто слова любовь не поступает как не причиняет ближнего зла любовь это когда ты делаешь то что ты ни в коем случае никогда бы себе не желал поэтому никому этого не делаешь это вообще табу делать какое-либо зло первым да тем более но ты не отвечаешь злом на зло но крайняя степень это любовь то есть это и любовь так скажем активная первое когда-то кому просит делаешь и даже на зло то отвечаем что он добром максимальная степень то есть это любви это жертвенность и жертвенная любовь вот так вот ну все я вам выпалил вроде бы такой вот получилось видео не забывайте ставить лайки кому нравится кому отрады кому полезно назидательны мои видео как который я надеюсь меняет вашу жизнь к лучшему мое желание моего сердца чтобы все мы с вами встретились с царством небесным получить гражданство там можно только посредством святой жизни в добре ко всему мирозданию ко всему божьему творению и и Продолжение следует...